Ребята, всем огромнейший привет! Меня на канале не было целую неделю. Это прям какая-то вечность. У меня давно не было таких перерывов. Но я не лодерничала, а снимала для вас супервлоги из Абу-Даби. Вот я вернулась, хотела вам рассказать, что меня очень сильно расстроило. Даже да, поведать вам о наших приключениях на лоне ремонтов, ипотек и покупки квартир. Потому что самое интересное, как оказалось, все впереди, и все только начинается. У меня, честно сказать, такой стресс был. Короче, что у меня вообще настроение просто в лепешку разбилось, несмотря на то, что я лежала на лазурном берегу. В чем же дело? Как вы знаете, мы купили, ну как не купили, а взяли в ипотеку квартиру, где перед началом ремонта, как оказалось, нам нужно согласовать будущий проект с управляющей компанией. Причем ремонт должен включать в себя 5 проектов. На некоторые проекты ценник до 30 тысяч, вы представляете? И мы, да, уже отправили проект планировки, чтобы нам согласовали его в управляющей компании, и под него уже заказывают все остальные проекты. Вот, нам пришел отказ, не буду тянуть кота. Когда мы покупали эту квартиру, наш менеджер абсолютно адекватный, хороший парень. Но он говорил вещи, которые потом вообще далеки от реальности. Так как у нас квартира со свободной планировкой, то есть там нет стен, грубо говоря, вы ее покупаете, там тупо периметр. Даже если вы захотите как-то переоформить пространство, вам сносить ничего не надо. Я пересмотрела миллиард обзоров новостроек, где говорят, совбудная планировка, это шикарный вариант для людей, которые хотят по-своему организовать пространство. Так как хотите, так и делайте. Да, вот есть одна большая студия. Боже, это самый большой в моей жизни, который я когда-либо слышала. В общем, смотрите, если у вас есть перегородки, то к вам не прикапываются с перепланировкой до момента продажи, как правило. Но если стен нету, то сразу управляющие компании интересуют, а где же вы решите их возвести, а где же. По сути, в этой свободной планировке уже распределены БТИ, мокрые зоны, жилые и нежилые помещения. Мы разработали проект планировки совместно с дизайнером. У нас было причем несколько вариантов, но, как правило, самый крутой вариант планировки, он один. Он был просто божественный, потому что он включал все наши желания, в частности, большая кухня-гостиная, две комнаты, два санузла, гардеробная даже там поместилась. Проект, который предлагается застройщикам, да, там коридор 20 метров, ну, то есть он здоровый, такой коридорища, в котором вы будете два раза в день ходить. Но это, конечно, глупость, то есть она абсолютно не оптимальная. Мы, соответственно, сделали свою разметку, как бы нам хотелось. Ничего там не предполагалось носить. Пришел ответ, вы не поверите, я сейчас как вам это скажу. Нельзя, что делать нельзя? Если эта зона определена уже БТИ как нежилая, да, то есть, например, кухня, и в это место вписывается комната, которую вы хотите отнести к жилой, то надо ее переоформлять уже как нежилую, потому что у соседей сверху и у соседей снизу здесь будет нежилая зона. И в свободной планировке, если вы хотите на это место поставить любую другую комнату, кухню перенести, то эта комната становится нежилой. То есть вы автоматически уменьшаете площадь жилого помещения внутри вашей квартиры. Ладно, если вы хотите поменять мокрые точки, да, как-то передвинуть, то фиг вам. Невозможно взять и санузел, поместить на мокрую точку, где БТИ опять же распланировала, например, кухня, или наоборот. И понимаете, в чем дело, перенести мокрую точку в любое другое место вы не можете, потому что там или жила, или не жила, короче, не мокрая. И перенести, блин, на другую мокрую точку вы тоже не можете. Я не понимаю. Ну что за бред, блин. Свободная капец, свободнее не бывает. У нас, блин, в Краснодаре, где у нас были вообще железобетонные, у нас свободнее была планировка, потому что мы объединили комнаты и жили счастливо. А тут, блин, со свободной вообще нельзя ни шагу вправо, шагу влево. Сейчас это еще не все, еще ржака, еще ржака вас ждет. Если вы хотите объединить кухню с другой комнаты, сделать кухню-гостиную или кухню-столовую, вот, потому что вторая часть, да, типа гостиная зона, она становится тоже нежилой, к ней распространяются те же требования, которые действуют на кухню. Она должна помещаться только сверху-снизу над кухней соседей. Ой, господи. Ты тоже рассказываешь, да? Получается, хотя в этой зоне вообще никак не предвидится ни мокрых точек, ничего там, например, просто диван и телевизор, но нет, это уже становится одно помещение, поэтому на него те же требования. То есть формально вы присоединяемую гостиную не можете располагать над уже чьим-то жилым помещением. То есть снизу как бы там живут люди, а у вас тут, понимаете, отдыхать собрались. Гостиная нет, потому что ваша кухня-гостиная стала нежилой, а вы ее собираетесь на чужую жилую комнату. Я вообще такая, блин, ну как, ну как. Самое интересное, что, ну ладно, менеджеры, они, допустим, заинтересованы в продажах, но куча просто обзорщиков, которые говорят, что свободная планировочка, ребята, все на ваш вкус, как хотите, так и сделайте. Но это, это либо полная некомпетентность, либо введение в заблуждение, потому что я вам говорю, что такое геморрой еще поискать надо. Почему я дико расстроилась? Потому что, ну мне непонятно, как можно было так нагло врать при продаже, никак это не предупреждать, да, об этом. Мне советовали в прошлом видео подписчики согласовать несуправляющей компанией с БТИ. Я думала, да, то, что мы, когда сами живем, мы там делаем, что хотим, но не внося каких-то конструктивных изменений в архитектуру дома, да, то есть не трогая там вентиляционный короба, не знаю, там канализацию, но на момент продажи мы обязаны все восстановить, так, как это было в документах, например, ну, либо согласовать изменения, а тут нет. И, по сути, свободная планировка это тупо экономия на возведении стен, потому что формально привязка каждого сантиметра, она уже определена, и чтобы хоть как-то отступить, я уж не говорю там про какие-то глобальные вещи, типа, знаете, объединить балкон с комнатой, да, ну, даже элементарное там, не знаю, назначение комнат уже, вам говорят, офигли, это жила, это не жила, никаких перестановок, чтобы еще раз подать, это еще раз надо платить, сумма, ну, чуть меньше 10 тысяч, ненамного, при том, что нам затянули в два раза сроки, то есть мы самые быстрые оплатили, нам вместо недели согласовывали две. Предварительно согласовать вообще ничего невозможно, потому что только после оплаты с вами будут говорить, мы сейчас думаем, знаете, как пойти двумя путями, то есть малой кровью обойти, смести какие-то изменения, простейшие в нашу планировку, но самые необходимые, которые там обоснованы с НИПами, и попытаться все-таки в УК ставить согласование, да, или идти выше, то есть согласовать жил, мозг, и там инспекция, ну, как вот по правилам, и это уже будет официальное согласование, которое УК, наша управляющая компания, отклонить не сможет, то есть не платить здесь, потому что по сути на вот этом уровне, таком маленьком черепашечем, это просто вот местечковая мера, если готовить квартиру к продаже, то все равно все изменения надо согласовывать с государством, как я думала, что здесь будет гораздо меньше придирок, то есть чисто формально посмотреть, чтобы вы там соседям на голову крышу не обрушили и отстанут от вас, но нифига, действуют все те же СНИПы, все те же там, вот бы ты у нас решила, что этот уголок не жилой, фиг вы сюда кого-нибудь поселите, и наоборот. Самое вот там печальное, что откладывается у нас ремонт, и если честно, с учетом того, что я рассчитывала на 3 месяца, да, за 3 месяца его сделать и уже в январе жить в новой квартире, мы еще и не приступаем, и неизвестно, когда вообще там будет новый проект, пока мы его согласуем, пока закажем другие, сколько все это будет длиться, в общем, я чувствую, что я с малышом рожденным буду еще тут, но я уже так, знаете, настраиваю себя на полезную штуку, которая называется не может изменить обстоятельства, просто скользи по ним, типа того, я представляю, что я качусь на горке какой-то, и по ходу дела я сделала пару попыток, да, сместить траекторию, но если не получается, значит, буду ловить возможности, которые как бы сами на меня выпадают из вот этих обстоятельств, обстоятельств, то очень часто, когда, ой, все пошло по другому сценарию, даже смотреть не собираюсь, все плохо, ты реально можешь пропустить какие-то классные вещи, а иногда даже бывает так, что спустя годы ты оборачиваешься и думаешь, слушай, классно, что так случилось, то есть, тогда мне казалось, что это неприятность, но она что-то такое изменила, допустим, принудит нас с госорганами все это согласовать, чтобы все было чистенько, беленько, неизвестно, как нам это пригодится, значит, будем жить на съемной, рожать тут детей, не знаю, на фоне этих салатовых обоев вам рассказывают новые новости. Ребят, помните, не так давно, правда, я тогда еще жила в Краснодаре, я задачилась проверкой зрения, пришла в оптику, где на специальном аппарате все это проводят и до этого я думала, что зрение у меня нормально, более того, несколько лет назад в процессе профосмотра еще на работе у нас обязательно был окулист, который проверял мое зрение, тоже оно было плюс-минус в норме, но, видимо, из-за того, что я очень много времени провожу за компьютером и в частности постоянно монтирую, вот хотя сейчас как бы в декрете, но каждый день, ну, монтаж в среднем это минимум 4 часа, не считая там других каких-то дел за компьютером, в общем, оказалось, что у меня зрение упало и теперь оно вообще далеко от нормы и, к сожалению, видеть я стала не так хорошо, как это было в моей бурной недалекой молодости. Я думаю, мама со мной согласится, то, что совмещать материнство еще если ты работаешь и домашние там хозяйственные дела далеко не всегда просто, супружеские обязанности с тебя тоже никто не снимает и если у вас несколько детей, а у меня скоро будет двое, то ситуация еще усложняется. если носить очки, то они вообще никак не упрощают процесс, потому что, во-первых, они могут испачкаться, с учетом того, как Алиса постоянно при играх она за все трогает и на очках постоянно будут следы. Если с ней играть, ну элементарно даже к ней наклониться, то очки спадают. Так вот, в этом случае очень классно спасают однодневные линзы Акувью Оазис One Day. Во-первых, они не теряются, не спадают, не ограничивают никак обзор и самое главное, что они не сохнут даже под конец дня благодаря технологии Hydrolux. В общем, дают все возможности активно проводить день и ни в чем себя не ограничивать. Если вдруг вы еще не уверены, что Акувью реально облегчает жизнь, то вы можете на сайте akuvyu.ru скачать сертификат на бесплатную первую пару линз. Так что пробуйте и убедитесь сами. Кто там идет? Поставила Ака. Хоть она, она запишет привет. Нет, ты запишешь на коляске. Дай я вытащу. Сейчас она провалится, смотри. Привет, Мася. Мама. Ляля, да. Справишься? Нет, помогаю. Мася. Мася. У тебя тоже ляля? Да. И у мамы, да? У мамы большая? У Алисы маленькая. Попросила Сережу починить светильничек. Лежал вот именно вообще. Мы его не использовали ни разу. Представьте, я его только достала из коробки. Думаю, классный повод уже как раз достать. Темно, там все дела. Алиса его уронила и все, он перестал светиться. Как это светильник научил меня не экономить вещи, потому что он у меня хранился, вы не представляете, с моих, по-моему, 18 лет. Мне, соответственно, уже давно не 18. Мне его подарил мой первый парень. Кстати, когда Сережа об этом узнала, он сказал, пусть он и чинит. На день рождения я его хранила. Но смысл такой, что, во-первых, он, видите, это такая бархатная божья коровка, она пластиковая, но с напылением. Он малость подрался, то есть он такой очень приятный на ощупь. Годы его пообтрепали, и я как бы удовольствие не получила. Так что нафиг с пляжа вот эти все хранения вещей, вещи для людей, не наоборот. Тут, походу, лампочка, да, перегорела? А, вот, отлетела. Маленький светодиодик, да, тут был? Подожди, может, он просто даже отлетел. Надо включить розетку. Не сработало. Алиса там пока танцует, да? Есть свободная минутка, это повод потанцевать. Не работает. А. Ларчик просто открывался. Ура! Папа молодец, да? Папа молодец. Похлопаем. Пока! Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok